Добрый день, друзья! Говорим мы сегодня о смартфоне Honor Play. Этим смартфоном я пользуюсь уже больше полугода, хотя сам телефон выпущен уже больше года. Этот смартфон компания Huawei быстро-быстро выпустила, чтобы комплировать с Pocophone F1 от Xiaomi, потому что Pocophone представлял, то есть это телефон в основном построенный на процессоре 845, то есть очень мощный процессор, за относительно доступные деньги, там около 300 долларов. Huawei Honor Play также примерно стоил столько же, примерно 20 тысяч рублей на российском рынке, там 20-22. Опять-таки они использовали свой самый флагманский процессор на момент выхода этого телефона, это Kirin 970, который немножко уступает по производительности тому же 845. Ну то есть суть в том, что сделать телефон на флагманском процессоре за относительно небольшие деньги. Этот телефон в принципе он очень хорошо собран, он имеет массу преимуществ над Pocophone F1, потому что здесь очень тонкий, стильный металлический корпус, есть разъем Type-C, дисплей здесь намного более приятный, у него во-первых большее разрешение, меньше монобровь и относительно Pocophone, очень маленькие рамки. Вообще этот смартфон я выбирал между еще Meizu 15+, потому что он тоже очень подешевел, примерно стоил 15-16 тысяч рублей, и также все-таки A50, я думаю, может быть купить его, но остановил выбор на Huawei Honor Play, потому что все-таки его цена была не 20 тысяч рублей, а 15-500 я бы купил на сайте Алиэкспресс, и этим телефоном я остался очень доволен, хотя опять-таки я переходил из Xiaomi, то есть из MIUI, и все-таки MUI немножко другая, она не могу сказать, что плохая, у нее есть очень свои фишки, особенности, которые мне очень понравились, но после перехода на, то есть MUI, после MIUI, некоторые фишки мне были недоступны, например, в этом смартфоне нет возможности клонировать приложение, то есть там есть буквально 20 приложений, там, по-моему, WhatsApp и Facebook, но нет возможности клонировать Instagram или ВКонтакте. Еще то, что мне не понравилось, вот эти виджеты, фонарики, виджеты, заблокировать дисплей, на Xiaomi сделаны намного лучше, реализованы очень хорошо, и жесты. Жесты на Huawei, они есть, они также украдены с айфона, очень хорошее управление, но единственное не такое минус, что жесты делаются даже с самого верхней точки, то есть экрана, там, где мы хотим уже открыть левую шторку, чтобы какое-то меню открыть, здесь опять-таки происходит переход назад. В Xiaomi это немножко организовано более хорошо, хотя, на мой взгляд, здесь плавность анимации и вообще сами жесты работают получше, чем в смартфонах Huawei. А по внешнему дизайну я хочу сказать, что все-таки это обычный такой смартфон, вытянутый, весь такой металлический, там, очень маленькие, небольшие пластиковые вставки, как примерно на iPhone 7, и сам корпус очень тонкий. Естественно, здесь есть Type-C, это все-таки не такой бюджетный смартфон, но камера, о нем мы поговорим, у него есть свои нюансы, но все-таки вспышка там все-таки одна, то есть не двойной диод, а просто одиночный диод. Это, опять-таки, говорит немножко о бюджетности. Здесь IPS-дисплей, здесь нет OLED-дисплея, поэтому сканер отпечатков сзади, он работает просто очень быстро, и в отличие вообще от дисплея, который находится, этот сканер находится в игрок-дисплее, я считаю, что все-таки лучше дисплей на задней стороне, потому что они работают намного быстрее. Этот смартфон работает на процессоре Kine 970, который примерно сопоставим с 835 Snapdragon. В Antutu он набирает около 200 тысяч баллов, но если честно, такая мощность даже не нужна, потому что изначально в телефоне был включен такой энергосберегающий режим, и телефон набирал 150 тысяч Antutu. Потом, когда мы уже включаем в батареи производительный режим, телефон уже начинает работать на полную мощь, и начинает уже набирать обычные, там, больше 200 тысяч баллов в бенч-бенчбарке Antutu. Теперь, хочу сказать то, что этот телефон изначально как Play, то есть игровой смартфон с мощным железом, но суть в том, что фишка GPU Turbo, которая вообще представлена была впервые на этом смартфоне, потом она перекачала на все остальные смартфоны, Honor и Huawei, они изначально были маркетингом, то есть, по сути, там очень было мало игр оптимизированных. Но из-за того, что Huawei и Honor это очень большая такая корпорация, разработчикам игр пришлось оптимизировать свои игры под Kirin и под видеопроцессор Mali. Потому что, если посмотреть на крупных игроков, то есть Huawei делает свои процессоры на Kirin, Samsung делает свои процессоры на Exynos, и получается, что только Xiaomi массово производит смартфоны на Snapdragon. Поэтому разработчикам игр уже вынужденно пришлось оптимизировать свои игры на процессоры Kirin. И если раньше играть вообще невозможно было на процессорах Kirin и Samsung, то теперь на Kirin очень хорошо играть, в принципе, так же, как и на Snapdragon. Хотя эта проблема раньше была, то есть, раньше только для игр, но считались самым лучшим, и это Snapdragon. Сейчас же немножко ситуация изменилась, то есть на Kirin тоже вполне можно поиграть. По фото возможностям скажу сразу, что телефон записывает видео очень плохо. Это видео записывал как раз-таки я на Honor Play, что вы можете посмотреть сразу оценивать качество. Но когда мы двигаемся, телефон очень плохо стабилизирует картинку. Конечно, здесь есть поддержка 4K разрешения. Есть два варианта записи. Full HD 30 кадров и 60 кадров в секунду. Но почему-то я пользуюсь только 30 кадров в секунду, потому что 60 кадров в секунду как-то вот не такую хорошую картинку дает. Вообще, всегда, если вы хотите купить хорошую видеокамеру на смартфоне, нужно покупать iPhone. То есть, начиная с 6s, там, с 7-ки iPhone, они пишут видео очень хорошо, плавно стабилизируют. И даже iPhone 6 намного дает нам лучше стабилизированную картинку в Full HD 60 fps, чем, скажем, вот этот вот Honor Play. Ну и вообще другие смартфоны. По фото части программно очень хорошая вообще программа Huawei Honor. Там очень разные про-настройки. Например, есть ночной режим, когда телефон говорит нам, подержите, то есть телефон не двигаясь 5 секунд. И из полностью ночного снимка, там, где невозможно применить вспышку, он все-таки делает такую картинку, в которую там можно отлить какие-то детали. Конечно, появляется много шумов, но все-таки это хороший результат фотографии. Вторая камера, я, честно говоря, вообще не могу понять, для чего она здесь. Потому что, когда мы наводим портретный режим на какой-то объект, телефон не может размыть задний фон, пишут люди неопознанные. Но тогда для чего здесь сделана вторая камера? То есть, я понимаю, на iPhone XR, там, только людей распознают программу, на предметы не может распознать, но на iPhone XR это одна камера. А вторая камера, как раз-таки, для этого сделана, чтобы отличать задний фон от переднего фона. Опять-таки, я не знаю, это какой-то маркетинг, поставили вторую камеру. В общем, я не понимаю, даже можно было, наверное, ее и не ставить. В чем ее смысл, я так и не понял. В смартфоне очень хорошо ледозована программная часть. Например, те программы, которые, скажем, не оптимизированы под большой дисплей, под большой широкоформатный вытянутый дисплей 18 на 9. Телефон очень хорошо, он, то есть, он сразу предлагает включить полноэкранный режим и очень хорошо переключается в него, то есть, там шрифты ничего не растягиваются. И сам смартфон, корпус очень хороший, очень крепко собран. Он у меня был и в чехле, и без чехла. Много раз падал на разные поверхности, и там оставались маленькие такие точки, сколы, то есть, смартфон даже там не еле заметные царапинки. Поэтому смартфон очень крепкий. И дисплей, опять-таки, качество, в отличие от Xiaomi, здесь очень хороший дисплей. Например, есть такой тест, когда просто водой, салфеткой проводят по всей плоскости смартфона, и капельки воды должны равномерно распределиться по всему смартфону, по всему дисплею. Вот на Xiaomi, опять-таки, на Покафонах, на Note 5, на Note 7 бывают такие проблемы, что какие-то пятна остаются, неравномерно распределяется эта вода. А здесь качество все-таки хорошее, и опять-таки, там происходит выгорание у производителей, вот Диамна, которые устанавливаются на смартфоны Xiaomi. В этом смысле, качество сборки все-таки больше здесь мне нравится у Huawei. Все-таки, это очень большая компания, они следят за качеством, и в отличие от MIUI на Xiaomi, здесь нет рекламы. То есть, в Xiaomi есть реклама в некоторых предложениях, которые невозможно отключить обычными способами. Скажем, в темах вообще невозможно отключить. Мы заходим к теме, вы на Xiaomi показываете рекламу. В Honor такого нет, но у Honor есть другая беда, то есть, некоторые темы здесь платные, так же и на Samsung. Темы тоже неплохо реализованы, можно кастомизировать свой смартфон, там меняется даже и телефон звонилкой, и шторк уведомлений. По поводу шторк уведомлений, у меня тоже есть к ним вопросы. Там, например, нет такой кнопки «включить быстрый энергосберегающий режим». Есть ультроэнергосберегающий режим, когда телефон становится черным полностью, но это актуально больше для AMOLED дисплея. А вот быстро, чтобы включить энергосберегающий режим, не получится. Опять-таки, нужны эти настройки. Настройки на MI очень нелогичны. Это маленькие такие иконки, и в них вот 3-4 подпункта нужно будет зайти, чтобы какую-то фишку включить. Например, там жест или что-нибудь, если мне нужно включить или выключить. Я просто чем искать это, потому что настолько быстро забываете все, я уже еще это в поиске. То есть, управление в настройках очень нелогичное. То есть, нет сортировки по пунктам, например, как на iPhone или на Samsung. Это сделано на тех же Xiaomi. То есть, нелогичное управление в настройках. У MI есть очень хорошие фишки безопасности. Например, есть тут данные, личные данные. То есть, мы можем его спрятать под пароль или под отпечаток пальца. И даже если мы это делаем, то там задаются два контрольных вопроса. И секретное слово мы вводим, если мы забыли вдруг пароль. Такие данные я бы не рекомендовал ставить на отпечаток пальца. Потому что все-таки отпечаток пальца могут вам сделать как бы приносительно. Могут, не знаю, правоохранительные органы для каких-то данных, чтобы получить. Или вообще какие-то другие люди. То есть, всегда ставьте пароль, потому что пароль в вашей голове. То есть, вы пока сами не скажете. То есть, никто не узнает. Поэтому ставьте всегда пароль. И эти личные данные настолько глубоко они запрятаны. То есть, если человек неподготовленный, он очень сложно найдет эти фишки. В папке альбомы, то есть, в галерее, есть такой альбом. Недавние удаленные фотографии тоже. Это, опять-таки, взято с iPhone. Очень хорошая фишка. Мне нравится, потому что некоторые фотографии, которые мы удаляем, иногда хочется потом пересматривать. Или вдруг случайно удалили, мы потом этот файл нужен. То есть, папка недавние удаленные, это очень хороший такой прикол, который взят с iPhone. Вообще, оболочка очень-очень быстро развивается. Многие говорят, что Huawei там уже все, Android не поддерживается. Когда я покупал этот смартфон, здесь был Android 8 и MIUI 8. Потом он обновился до Android 9 сразу же и до MIUI 9. И сейчас, как недавно, пришло обновление 9.1. Поэтому, опять-таки, я бы не стал опасаться, что на Android не будет этот смартфон. Принципа 9 в Android вполне хватает, даже можно в дальнейшем не обновлять, как это делает, скажем, Meizu. Они вообще на 7-м Android некоторые стоят. Но суть в том, что я бы не стал бояться, что там Android или Google закрыт эти смартфоны. То есть, это не та корпорация, когда уже этот смартфон продан и вдруг перестанет работать. Да, в новых смартфонах могут быть какие-то проблемы. Там может быть какая-то своя операционная система, скажем, этот Garmin OS. Но суть в том, что если вы уже купили смартфон, то он будет уже хорошо работать. И с сервисами Google никаких проблем не будет. По поводу, опять-таки, конкуренции сейчас с другими смартфонами. Этот смартфон, я считаю, что, в принципе, вполне конкурентоспособен. Потому что здесь есть NFC, в отличие от Xiaomi и Meizu, которая не ставит NFC в свои смартфоны. Я пользовался ими несколько раз. В принципе, это удобная фишка. Но я не любитель NFC, то есть, я это очень мало использую. Вполне могу обойтись без нее. Еще очень хорошая батарейка здесь на 3750 мАч. Это, конечно, немножко не дотягивает до 4000 мАч. Но с утра заряженный полностью смартфон. Я перемещался в Москве в метро. Там постоянно включены геолокации. По всяким маршрутам ездил по очень многим местам в Москве. И даже в метро, когда сеть теряется и прочее. То есть, смартфон доживал до конца. И там было примерно 37-38% зарядки. Я считаю, что это отличный показатель. Когда смартфон в таком режиме проработал весь день. Потому что, в принципе, здесь тонкий корпус. Я даже не знаю, как они умудрились поставить такую большую батарею в столь тонкий, изящный корпус. Под фитом здесь было всего три цвета. Это черный, фиолетовый и красный. Но красный, он такой был стилизован. Весь такой, как под игру, под какую-то компьютерную тематику. Поэтому я купил его. На передней части, внизу, очень, в принципе, небольшая такая рамка. Но есть надпись Honor. Поначалу оно не раздражало. Потому что такой интересный стиль. Нынешний логотип Honor мне вообще не нравится. Раньше логотип был лучше, где-то были маленькие буквы. Но со временем, все-таки, этот логотип немножко мне начал раздражать. То есть, он там немножко лишний. Опять-таки, здесь есть разъем для наушников. Здесь есть комбинированный слот. Тут можно поставить и одну сим-карту, и вторую карту. Помните, либо две сим-карты. В современных смартфонах даже в том же Xiaomi 9T, то есть, там только две сим-карты. Это очень плохо. Я считаю, что иногда даже не то, чтобы просто нужно расширить объем памяти, а просто нужно какие-то данные перекинуть, там записать, скажем, музыку в машину. Поэтому слот для карты памяти, он в телефоне, я считаю, что необходим. Он должен быть. По связи Huawei очень хорошо работают, в принципе, так же, как и Xiaomi, и Samsung. По сравнению с iPhone, там, где iPhone теряет связь, скажем, связи и LTE-связи, и Wi-Fi-связь, все-таки китайские смартфоны, корейские смартфоны, они намного лучше работают, по крайней мере, то есть, сколько я сталкивался, iPhone со связью работают хуже. Последних iPhone в Galaxy S вообще стоят, Intel-овские процессоры, которые вообще, то есть, никуда не годятся, а вот процессоры и модемы в Huawei, Xiaomi, там, не знаю, в Samsung, они хорошего качества. Поэтому смартфоны очень много фишек, но некоторые реализованы очень плохо. Например, разблокировка по лицу, то есть, так-то он работает хорошо, но когда мы ночью, скажем, берем телефон в руки, и телефон включает полную яркость, чтобы подсветить лицо, таким образом, чтобы камера могла распознать наше лицо и разблокировать его. Это очень плохо, потому что глаза сразу болят, и я эту функцию выключил. Здесь нет записи звонков, то есть, либо я за полгода не нашел ее, либо просто ее здесь нет, это очень плохо. Запись экрана, в принципе, записывают очень хорошо, но остается какой-то след, то есть, там пишется таймер записи экрана. Не знаю, почему это так сделано, и пытался записывать видео какого-то с Megafon TV, или там, с другого какого-то сайта, и тогда телефон не записывает видео, то есть, какая-то засчитанная, какая-то договоренная, что такие-то видеофайлы или фильмы не записываются. Опять-таки, здесь очень неплохой звук, в принципе, и мне он понравился, хотя, конечно, я не меломан, но он громкий, звонкий, и в наушниках тоже все играет хорошо. В целом, этот смартфон меня полностью удовлетворяет, хотя здесь 4 гигабайта оперативной памяти, я считаю, что это все-таки маловато, потому что приложения часто выбрасываются из памяти, то есть, например, я смотрю какой-то фильм, поступает звонок, и когда я отключаю звонок, то есть, при просмотре перерывается, и включается даже предыдущее приложение, в котором я недавно работал. Но в целом, смартфон за свои деньги очень хорошо себя зарекомендовал, и так хорошо, что смартфон за 12, 15, 20 тысяч рублей, это смартфон уже не на один год, а на два-три года можно покупать, смело такими телефонами пользоваться, тут уже, в принципе, и процессоры, уже там 7-минометровые, 8-минометровые, очень, наверное, разберегающие. Камера дает неплохую картинку, конечно, если вам нужна какая-то крутая видеосъемка и прочее, нужно покупать более дорогие смартфоны, но для повседневной жизни большой, яркий, удобный дисплей, управление там жестами, полный функционал, все это мы имеем уже в современных китайских смартфонах. Они, конечно, перевернули рынок, и я когда-то тоже относился очень скептически к китайским брендам, китайским смартфонам, но сейчас я понял, что, в принципе, это великолепный смартфон, ими можно пользоваться и работать, то есть, не знаю, горе, за относительно небольшие деньги, даже телефон, когда падает, ломается, тут дисплей починить 1500 рублей, стоит заказанный с Алиэкспресс, то есть, не таких космических цен, когда дисплей на iPhone стоит 20-30 тысяч рублей, это стоимость уже одного неплохого смартфона китайского бренда. Если у вас тоже Honor Play или был когда-то смартфон Honor, напишите о ваших впечатлениях об этих смартфонах. Спасибо, что смотрели нас, до новых встреч!